Привет! Сегодня я хочу показать вам три маленьких EC ножа. Это спайдерка Persistence с черной рукоятью, это спайдерка Delica с оранжевой, ну и с черной рукоятью также у нас это Benchmade Mini Gryptilian. И вы знаете, что я вам хочу сказать. Давайте немножечко оттолкнемся сначала от их габаритов и потом немножко порассуждаем на тему этих ножей. Общая длина здесь 172 мм примерно. Я идеально точно вымерять не собираюсь, я думаю, что этого достаточно для представления. 68 мм длина клинка, ну и она же длина режущей кромки. Здесь, что мы видим здесь? Здесь у нас 178 мм общая длина ножа, 73 мм длина клинка и 65 мм длина режущей кромки. Что мы видим здесь? 170 мм общая длина ножа, собственно, 72 мм длина клинка и она же примерно где-то в районе 70 мм, чуть-чуть меньше длина режущей кромки. Собственно, если смотреть на данные ножи с точки зрения их каких-то технических характеристик, давайте их еще и взвесим, прежде чем технические характеристики их рассмотреть, обсудить более подробно. Спайдерка Персистенс это аж целых 103 грамма, кстати говоря, я не ожидал от него такого веса, кажется, он несколько легче. Бенчмейт Мини Гриптилиан 76 грамм, как мы видим, и Спайдерка Делика 67 грамм. Даже 66 там что-то промыгнуло. Ну, собственно, что бы я вам хотел сказать по поводу этих ножей? Хотел бы я вам сказать, что я думал, выберу какой же из этих ножей самый-самый лучший. Какой из них вообще стоит брать? И вы знаете, что я вам скажу. Все ножи, все три данных ножа очень и очень достойные. Я действительно искренне не могу сказать, какой из них лучше. У каждого есть свои преимущества, ну и это зависит от ваших личных предпочтений. Если брать чисто по техническим характеристикам, то это Бенчмейт Мини Гриптилиан. Почему он? Ну, потому что он имеет очень удобную, компактную рукоять, которая отлично ложится в руку, которая очень удобна, на самом деле, самыми разными хватами, где-то что-то подрезать, все просто отлично. Клипса переставляется на две стороны, есть отверстие под темляк, но это отличный замок, который позволяет мгновенно сложить и раскрыть нож без каких-либо усилий. Это очень и очень мне нравится. Единственное, что нарекания вот на эти пружинки бывают у Бенчмейдов, но у Гриптилианов с этим проблем особых нет, потому как ход здесь небольшой, на некоторых ножах Аксислок имеет больший ход и, соответственно, видимо, большая нагрузка на вот эти вот пружинки и, соответственно, больше их износ и выход из строя. Здесь же больших проблем с этим нет, все очень удобно и лучше, в принципе, сталь. Опять-таки, дизайн данного ножа, ну, все-таки, он более такой, скажем, классический и понравится, наверное, всем. Все было бы отлично, я бы сказал, что берите Бенчмейд Мини Гриптилиан и будет вам лучший нож. Но что мне лично в этом ноже не нравится, все-таки по сравнению с другими двумя, это шпенек. Мне больше предпочтение отверстию для открытия ножа, нежели шпеньку. Это раз. Второе, какой минус можно назвать его, и это, в принципе, огромный минус для данного ножа, это дорогая цена. То есть, для EDC задач, для каких-то легких работ, это, в основном, открытие каких-то упаковок и порезать там яблочко, порезать какие-то продукты, не нужна какая-то, в принципе, суперсталь. Ну да, это можно, это хорошо, это никогда не повредит, но стоит ли за нее переплачивать, если, в принципе, вы не почувствуете особенно-то разницы? Ну да, вы будете точить его немножко реже, но стоит ли оно того, и насколько это действительно оправданно? Ну, каждый решает здесь сам для себя, но, в принципе, цена в 80 долларов – это довольно много. Тем более для такого малого количества ножа. Нож маленький, цена дорогая. Спайдерка Делика – это тоже отличный нож от Спайдерка, который недооценен, я считаю, многими, потому что он имеет, на мой личный взгляд, самую удобную эргономику рукояти, все-таки, из этих трех ножей. В принципе, самая удобная эргономика здесь именно потому, что, во-первых, очень-очень цепкая рукоять, с одной стороны, то есть, прям надежно цепляет за палец, с другой стороны, она не рвет карман, здесь все сглажено, здесь все продумано. Я очень долгое время носил с аналогичной рукоятью, только побольше, Спайдерка Эндуру, и знаю, о чем говорю. То есть, рукоять здесь просто отличная, и в данном случае она самая длинная, так уж получается, в сравнении с другими ножами. Ну и, как следствие, по толщине они примерно одинаковые, но из-за того, что она самая длинная, немножко имеет там другую форму, она самая, все-таки, на мой взгляд, в мою руку самая удобная. Ну и плюс открытие ножа отверстием, лично мне нравится намного больше, это просто вопрос, знаете, таких личных предпочтений. Нож отлично выглядит, но у него VG10, которая попроще, и у него довольно, так скажем, короткая длина рка по сравнению с рукоятью. То есть, рукоять получается существенно длиннее, а вот ревущая кромка, ну не так существенно, но все-таки покороче. Что, конечно же, не очень радует и наводит на такие вот не самые лучшие мнения, чем же думали производители, для чего они оставляют вот такой огромный запас. Кстати, если кто-то знает для чего, то расскажите, мне будет интересно. Но, с другой стороны, здесь четырехпозиционная клипса, очень удобная, и это классно. Цена 60 долларов США, то есть, он уже немножко подешевле. Стоит ли переплачивать за Benchmade Mini Reptilian? Трудно сказать. Лично для себя я скажу, что мне Benchmade Mini Reptilian нравится примерно наравне со Spider-Ca Delic. То есть, плюс-минус наравне, и цена в 20 долларов тоже не критична, поэтому я бы ломал голову себе при выборе какого-то из этих ножей. Если взять Spider-Ca Persistence, то это тоже отличный небольшой нож. Да, он сделан в Китае, здесь Япония, здесь США, но Китай в данном случае очень хороший, заводской, добротный. Нож отлично открывается, лайнер-лок привычный, такой, скажем, для всех. Замок, опять-таки, четырехпозиционная клипса, хотя мне не нравится, что она блестящая. Но, мне очень нравится его цена. Его цена в 32 доллара просто отлично. Эргономика, ну, вполне себе хорошо. Длина режущей кромки, ну, в принципе, не знаю, как это все посмотреть, но, в принципе, длина режущей кромки тоже вполне себе хорошо. Длина рукояти, ну, да, немножко больше, но цена существенно дешевле. Да, здесь 8CR13 на клиночке, это, конечно же, сталь существенно проще и так далее. Но для открытия упаковок, для реза яблочка, насколько вам это актуально? В принципе, если устроить какую-то такую голосовалку, так скажем, и, наверное, спросить, какой нож из этих самых лучших, абстрагируясь от цены, то это будет Криптилиан, мини-Криптилиан. Если взять наоборот, скажем так, с ценой, какой бы нож купили, я более чем уверен, что персистенс будет намного популярнее, именно благодаря своей цены, и тут понятно, вы понимаете четко, за что вы платите, за что вы отдаете. Одно и то же практически, но в 2-3 раза дешевле. Ну и, собственно, Делика, можно было бы назвать ее средним, таким вот, знаете, золотой серединой, идеальным вариантом, тем более она такая почти золотая у меня на видео, но я бы тоже так не сказал. Короче, арка, замок на любителя, бэклок, хотя мне эти замки, конечно же, вполне нравятся, но в целом, замок на любителя. Опять-таки, VG10, конечно, я считаю, что хаят зря на таких ножах, это абсолютно никак отрицательно не сказывается. Да, 154.7 лучше, но VG10 хорошая сталь. Собственно, такой вот момент касательно реза данными ножами, то вот тут вот практически все они режут равнозначно. То есть, я не замечаю особой разницы ни на яблоке, ни на колбасе, ни на хлебе. То есть, я не замечаю такого какого-то большого отрыва. Да, пожалуй, самым интересным резом здесь все-таки будет у нас Делика с Бенчмейдом. Причем, разница, я даже не знаю, каково из них поставить вот так вот объективно на первое место. Чуть-чуть отстает персистенс, но это настолько незначительно, что, возможно, это просто влияние немножечко заточки, переточить, поменять немножко угол. И, возможно, ситуация поменяется, перевернется снова на голову. Определяться, конечно же, вам. Я вам показал такие сходные габариты, немножко поговорил, рассказал какие-то свои мысли. Хотя многое может быть несколько такое пустое, да, в целом просто рассуждение на тему данных ножей. Но эти ножи интересны. Я для себя открыл, скажем так, мир небольших ножей. И хоть и так и предпочитаю ношение на кармане спайдерка Милитари, вот, но понимаю, что не для всех ситуаций нужно носить такой огромный, огромный нож. И не всегда это оправдано и по цене, и по удобству ношения. Выбор делать вам. Надеюсь, видео вам могло чем-то помочь. Пока.